Завершился первый день работы 36-го пленарного заседания Сената Али Маджлиса. В фокусе внимания участников находились приоритетные направления, вытекающие из послания президента Али Маджлису и народу Узбекистана. Все эти приоритетные направления для парламента имеют особую роль, так как нам поставлены задачи усиления парламентского контроля, соблюдения верховенства закона. И здесь в первую очередь необходимо работать с местными кингяшами при выполнении тех задач, которые поставил президент. Поэтому здесь очень широкая возможность дается нам парламентария для того, чтобы при осуществлении тех задач социально-экономического развития на местах ставить вопросы перед правительством, перед местными хакимиатами. Также сенаторы рассмотрели и одобрили закон о государственном бюджете Республики Узбекистан на 2023 год. Им определены сводные параметры консолидированного бюджета на 2023 и бюджетные ориентиры на 2024-2025 годы. При этом параметры рассчитаны исходя из того, что в следующем году рост ВВП составит 5,3%, а индекс потребительских цен – 9,5% по сравнению с декабрем текущего года. Отмечалась социально-ориентированность главного финансового документа страны. 50% общей расходы на следующий год направляется на социальную сферу. Например, финансирование контрактов студентов, которые обучаются на контракты, направляется 1,7 триллиона сумм. Это почти два раза больше, чем в текущем году. На поддержку социально уязвимых семей направляется более 18 триллионов сумм. Улучшение инфраструктуры Махали в общем территориях на эти цели направляется 11 триллионов. На триллион больше по сравнению с текущим годом. Еще есть проект «Открытый бюджет». На этой цели на следующий год ожидается направить 8 триллионов сумм. Из них 6 триллионов с бюджета. А 2 триллиона ожидается поступление от дополнительных источников областных и города Ташкента. Это новая практика. В этом году только бюджеты районов и городов направляют 30% своих дополнительных источников и 5% учрежденных бюджетов. Со следующего года дополнительно к ним направляется еще 30% областных и бюджетов города Ташкента. Кроме того, сенаторами был рассмотрен ряд законов. 36-е пленарное заседание Сената Али Мачлиса продолжит свою работу 28 декабря.